Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В прошлом году на питание и напитки вне дома среднестатистический житель Кировской области потратил 7 тысяч рублей, что в текущих ценах на 2 тысячи меньше, чем в 2019-м. По обороту общепита на душу населения Кировская область занимала 38-е место в России, потеряв за год две позиции. А в Приворском обруге наш регион поднялся по этому показателю с третьей строчки на вторую и уступает только Татарстану. Программа Экономика. 2,5% кировчан играют на бирже. Такие данные приводит кировское отделение ЦБ со ссылкой на московскую биржу. В первом квартале 2021-го жители Кировской области открыли почти 3,5 тысячи инвестиционных счетов. С начала года их количество выросло на 13% и составило 30 тысяч. В ЦБ поясняют, что при низких ставках по вкладам россияне, в том числе кировчане, ищут другие возможности для пассивного дохода. Правда, специалисты предупреждают, что эти деньги никак не застрахованы. Вместо доходов можно столкнуться и с убытками. Экономика. На 101 АФМ. Кировские строители хотят выйти на рынок Узбекистана. На 2021 год запланировано участие предпринимателей Кировской области в двух международных выставках в сфере строительства, индустрии и красоты, которые пройдут в Ташкенте. А на этой неделе из Узбекистана в наш регион приехали предприниматели и представители сфер кожерного и мехового производства. Им не хватает материалов, поэтому они готовы закупать их в России. Сейчас из Кировской области в Узбекистан поставляется древесина, химические изделия, каучук и черные металлы. В 2020 году объем экспорта из Кировской области в республику составил 12 миллионов долларов США, увеличившись за год на треть. В завершении курсов валют на сегодня официальный доллар 73 рубля 47 копеек, евро стоит 89 рублей 94 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.